Аркадий Александрович Вайнер Аркадия не сбылась. Окончив школу с золотой медалью, он поступил в авиационный институт, но в конце концов выбрал другое. Оперативную работу в уголовном розыске. Тяжелую, нервную, как ни странно, потом литературную, которая принесла известность и, увы, большую боль. Они познакомились в 59-м при странных, но романтических обстоятельствах. Первым Соню, студентку мединститута, увидел отец Аркадия. Прямо в магазине он попросил у красавицы-блондинки номер телефона. Не для себя, а для сына. Выдача телефона была категорически отказана. Однако спустя время в квартире Дарьяловых все-таки раздался звонок. Он говорит, пожалуйста, спуститесь к подъезду. Мы встретимся и тут же разойдемся. Я спустилась к подъезду, мы с ним познакомились, и он меня пригласил покататься на машине. Катались пять часов. Аркадий уговаривал свою победу, списанную из таксопарка за полной негодностью, не подвезти, периодически открывая капот и подливая из чайника воду. Победа не подвела. Эффект был произведен. Через пять дней мы поженились. Работа в московском уголовном розыске особых денег не приносила. Своего постоянного жилья молодая семья не имела, переезжая из одной съемной квартиры в другую. Бытовые проблемы нужно было решать и как можно быстрее. В ближайшее время Соне предстояло рожать. Девочку назвали Натальей. Позже она возьмет фамилию матери. И большинство обычных людей будут узнавать ее по улыбке, по рассказам про американскую мечту. У кого-то в нищей постсоветской России появление на телеэкране представительницы заграничной Дольче Вита будет вызывать раздражение. Кто-то искренне поверит Наталье Дарьяловой, как всегда верил в свою дочь-отец. Отношение отца с дочерью – это любовь и полное понимание. Даже после замужества и отъезда сначала на работу, а потом и постоянное место жительства в США, связь эта не прервалась, а стала сильнее. Особенно в последние годы. Болезнь Аркадия Вайнера давала о себе знать все чаще. Каждый раз при ухудшении его состояния Наталья, бросая дела, садилась в самолет. Маршрут Нью-Йорк-Москва-Нью-Йорк теперь уже не казался ей путешествием в будущее. Мечты исполнились, остались тревога и переживания. В последний раз приехать в Россию вовремя она не успела. Начать писать посоветовал братьям Вайнером Норман Бородин, советский разведчик, один из прототипов знаменитого Штирлица. Братья взяли конкретное уголовное дело, которое Аркадий в то время расследовал. Через два месяца предъявили рукопись «Часы для мистера Келли». 650 страниц. Норман Бородин сильно удивился, но все-таки отнес ее своему приятелю в журнал «Советская милиция». А Юлиан Семенов в «Наш современник». К изумлению новоявленных писателей, в 1967 году оба журнала приняли текст к публикации, правда, нещадно сократив. Позже Аркадий Вайнер назовет это одним из самых счастливых моментов в своей жизни. Ищутив сполна радость писательской работы, братья быстро сочинили второй детектив «Ощипью в полдень». В этот раз Юлиан Семенов был менее критичен, скорее наоборот. Каждый может написать одну книгу. Вам удалась вторая. Поздравляю, вы писатели. Масштаб известности братьев Вайнеров значителен. И связан он в определенной мере с астрономической аудиторией фильма «Место встречи изменить нельзя» и романом «Эра милосердия», который послужил литературной основой картины. Ба, это же знакомые мне лица. Майя. Телехит был завершен в 1979 году и впервые показан в День милиции. Отмечалось, что во время его демонстрации снижалось количество преступлений по стране и расход коммунальной воды. Высоцкий мечтал о Жеглове. Ради него писатели даже пошли на изменение внешности героя. В романе Жеглов был высокий и плечистый красавец. Режиссером стал Станислав Говорухин. Он провел кинопробы на роль главного героя формально, так чтобы отсчитаться перед руководством. И утвердил Владимира Семеновича. Фильм принес братьям Вайнерам не только телевизионную славу. Большая дружба с Высоцким и Владей длилась до конца жизни Владимира Семеновича. Приходить в гости к Вайнерам стала традицией. Об этих вечеринках слагались легенды и писались стихи. Позже Аркадий с удивлением и грустью обнаружит, что в домашнем архиве нет ни одной совместной фотографии. Мы были молоды, нам казалось, что все впереди. Никто никуда никогда не уйдет. Фильму и роману Аркадий Вайнер испытывал сложные чувства. Ведь их с братом работа – это не только эра милосердия. Были две книги менее заметные, но для них особенные. Готовая к изданию книжка про Михоэлса пролежала в столе 11 лет. Чуть меньше роман о деле врачей. Их опубликуют сначала в Америке, потом при Горбачеве в СССР. Чтобы сохранить рукопись, Аркадий Александрович сам совершил преступление по советским меркам. Текст пересняли на фотопленку и вывезли за границу. «Мне очень повезло в личной жизни», – говорил Вайнер. «Моя супруга, Софья Львовна Дарьялова, врач-онколог, профессор, доктор медицинских наук. Когда мне говорят, она достойна вас, у меня возникает вопрос, достоин ли я ее? Господь Бог послал мне ее по блату». Кто из них был главным в семье? Представительный муж, лидер, балагур, душа любой компании? Или врач мирового уровня, но скромная супруга, который выполняет любую прихоть хозяина дома, при этом публично уходя на второй план? Будучи врачом, она понимала всю серьезность положения. Букет болезней, неограниченность в курении, переживания по поводу конфликта с новыми акционерами Дарьял ТВ могли привести к непоправимым последствиям. Она не раз выводила его из очередного кризиса, ставила на ноги и заставляла жить. В апреле 2005 года Аркадий Вайнер остался дома один. Видя его удовлетворительное состояние, Софья Львовна ненадолго улетела к дочери и внучкам в Нью-Йорк. За три дня до рокового воскресенья, как президент, он открыл в Москве очередной фестиваль детективного кино, принимал участие в работе и готовился к церемонии закрытия. 24 апреля жена, как обычно, позвонила домой. Рассказав о своем самочувствии, Аркадий Александрович просил не беспокоиться. Через несколько часов писатель умер от сердечного приступа.